Стоянка спит. Уже кто заводится? Доброе утро. Понедельник. День, наверное, тяжелый. 18 число. Все у нас здесь вроде бы в порядке. Фан явно суточный крутит, потому что я приехал, он стоял. Сейчас вот только завелся. Коллеги бывшие. Минус 18 на улице. Смотрите, как все парят. Очуметь. Для предместия Вроцлава это серьезные температуры. Низкие. 18 градусов мороза. Будем выдвигаться потихонечку. Время. Сейчас. Столько сейчас время. Охрен его знает, что время. Где-то, наверное, полтретьего. Ночь еще. Ох. Ой, зимно бегать по улице. Да, без 20. Еще у нас тут без 25. Абс, это фигня. Это сейчас поедем, пропадет. Бывает. Ох, без 25. У них без 23. Видите, какие 18? 20 уже. Нифига себе, тут мороз тоже тиснет в Польше. 20 градусов для них. Ой-ой-ой. Беда. Катастрофа по радио кричат. Ужас. Беземенно. Поеду уже 12 часов отстоял. В принципе, сейчас. Пока до границы доедем. Помыется сегодня. План у нас такой. Помыть сейчас машину. Перед границей. Там. На випишку, скорее всего, заедем. И потихонечку. В Германию вкулимся. Не спеша. Туда-сюда. В общем, за день сегодня будем ехать. Сколько проедем. Что нам тут Машка говорит? У нас отсюда 921 километр мне до таможни. Ну, вот нормально. Если сегодня километров 650 пройдем. Десятый брать не будем. Не вижу в нем смысла. Если меньше 300 будет оставаться. Все, остановимся. И завтра уже 130 доезжаем. Растамаживаемся. Выгружаемся. Ну, и что там дальше? Не знаю пока. Там вроде я смотрел уже. Туда теплее будет уже все. Там морозы кончатся. Там 5, там 4, 4. На туда. Еще западнее. Если 0 будет, то хорошо. Ну, а пока ведь. Двадцаточка. Зимна. Все. Поехали потихонечку. Уже сколько? 4 минуты молотков отмолотили. Можно двигать. Пробуем. Омыватель можно опять даже не пробовать. Естественно, он опять замерз. Да, аномальные температуры. Я вообще здесь не припомню, чтобы такой мороз когда-нибудь был. На востоке Польши, да, я один раз попадал. Что-то 27. Выезжал как раз домой, ехал. И еще все, ехал, боялся. Ехал уже на европейской солярке. Заправлялся здесь в Европе. Вот, вылетелся на право. Боялся, что это. Поедет ли целых десятых километров. Не прихватило ее. Рецепт у нас пара из-под нас. Но ничего, она выдержала нормально. Я боялся, что ее прихватят. Такого понятия, как сим, не отопливая здесь нет. Но все было хорошо. До Германии километров 250 нам тут проехать. Часа три, наверное, на три с копейками может. В районе трех полета. А там уже и утро настанет. Прошли в Рослов и уже 13 всего. Забрызгает, может, даже сейчас нет. Только стала 13, она еще не успела отойти. Думаю, граница уже будет градусов 7-8. Если не меньше. А4, польская. Выходим на нее. И все, нам сейчас А4, потом А4, польская. Сменится на А4 немецкая. Нам все время по ней целый час просто. Никуда сейчас не сворачиваем. По четверке едем, едем, едем. И потом пока пятерку не упремся. Но это уже будет явно не сегодня. И это будет в Германии. Вот, а так, да, границы. 150 километров. 147 вроде как. Ну, плюс-минус тут. Нормально. Она такая. Вот здесь четверка, она такая прыг-прыг-прыг-прыг. Немножко по шпалам такая. Три-три-три-три-три. Интересная такая дорога. Здесь два перехода. Любавка и Шгоржелец. Сгоржелец. Короче, прошу прощения за мой французский. Вот нам на Шгоржелец. Герлиц, короче, с немецкой стороны. Так проще. Приграничный польский город этот, а с немецкой стороны приграничный Герлиц. Как я говорил, уже вот минус 8 всего лишь. Прям на глазах повышается. Так интересно, вот там роста, вот там минус 20, после роста уже минус 13. Практически на границе. Вот поехали. Сейчас вот фишка-заправка. Здесь точно знаю, что есть большая мойка. Как она там работает, не работает. Сейчас поедем, посмотрим. Работал раньше, сейчас не знаю. Тут-то, если что, с автобана съезжают. Здесь мойка хватает в этом районе. Я как-то мылся здесь. Здесь, правда, дороговато, но... В общем-то, уже, в принципе, без вариантов особо. Вот она, в районе. Мы, нет, сир большими буквами. Да, нет, я смотрю, свободно. Вон одна машина стоит. Тут надо по кругу проехать. Во второе, вернее, в первое. Изменение машины. Никого нету. Проедите до 10-12 метров. И зеркала тут не оставить. Пацаны, тут стоят так аккуратненько. Колейки нету. Если второй бокс не работает, ну, ничего, подождем. Одна машинка, это не так много. Чтобы уже никуда не съезжать. Чтобы надо было вот сюда поехать. Измененные машины. А нет, не сюда, все правильно. Вот сюда. Перепроложить. На следующем повороте поверните налево. На мойку надо вот так по кругу заезжать. Вот, тем более, бокс свободный. Ну, сейчас его помоет, потом и мы помоемся. Как раз и паузу открутим. Или проложить. Второй тоже свободный. Не знаю, моет во втором, не моет. Наконец-то с нас красоту сделают. Ну, коллега, он тоже на мойку, да? Все, пан, проспал ты вспышку. Я тебя объехал. Ха-ха-ха. И что там стоит? Что-то там 140, 120. А в чем? А бочка 190. 120, наверное. Что-то 140, я не знаю, в чем там прикол. Все, моемся и поедем дальше. Не знаю, что там ценник. Вверху 140, внизу 120. А в чем разница? Узнаем потом. Потому что они еще не работают. Идеи должны круглосуточно работать. Ванны открыли второй бокс. Нормально. Поехали мы в него. 140, да, стоит. 120, это тягач и рама. Все, пойду тут магазин пока есть. Пойду в магазин, прогуляюсь. Пойду за мойку заплачу. Пускай моют. Вот такие мы мурзатенькие. Сейчас нас будут делать конфетку. Весь этот снег подбивают. Будем наводить красоту. Машку надо надевать. Поедем чистые, чистые, красивые, красивые. Прихожие, прихожие. Пойду платить. Бесплатно не можете. Процесс наведения красоты в самом разгаре. Вымывают наши эти, весь наш снег, который мы насобирали. Что там ломает? А, не ломает, моет. Все, вот так. А, потом нас щетками будут обмывать. Я понял. Ну ладно, щетками так щетками. И что я тут уже отстоял? 1 час 46. Но это я сюда переехал. Она не засчитала за паузу. Ну, за начало работы. Вот видите. Час машина. Долго. Ну, у меня долго. Пока этот весь снег с меня смыли. Короче, домывают меня уже поляки. Как бы времени-то хватает. Спешить некуда. Поэтому успеем. Почти 2 часа. Что-то тут открытые ворота нет. Не вижу нифига. А, открытые. О, намыли за ту красоту. Как раз вот. Только-только светать начинает. Я думаю, наверное, стоит выйти посмотреть, да? Как выводится. Сейчас куртку накину. Пойдем глянем. Где мои тапочки? Шепотинки одевать не буду. Пойдем в тапочках. Мы по-быстрому. Сильно не видно ничего. Ну, и в Германии остановлюсь. О, все. Весь снег смыли. Все. Ой, блестит. Как у кота. Огонь. Огнем горит, красотка. Правда, еще темно. Как будто ничего и не было, да? Шикардос. Правильно, поэтому они так долго, пока они этот весь снег у меня позбивали. Поэтому так долго и мыли. Не понял. Ясно. Остановимся, лампочку заменим. Перегорело. Сейчас уже не буду. В Германии остановимся на обед. И тогда все это дело заменим. Отлично. Погнали. Теперь можно и в Дойчленд ехать. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните направо. А как ехать? А, сюда налево. Как раз светает. Что у нас по времени? Время 7 часов 25 минут. Поверните направо. Все равно немножко запуфлили. Не знаю, видно, а мне видно. Вот стекло какое боковое грязное. Ну ладно. Это мы протрем. Сейчас все равно, если там немцы обрабатывают, все равно эта фигня будет лететь. Это ладно, мы протрем. Все, дозвол заполнил немецкий. Прибор пока скоро заработает. Он работает? Германия здесь вот буквально. Что тут проехать-то? Совсем рядышком. Я даже уже телефон, немецкую связь свою в Роменке. 700 километров примерно от границы получается нам еще до выгрузки. Все, прошли уже последнюю развязку. Поляки стоят. Кто здесь? Полицай. Кого-то ждут. Тоже может на легкалых нельзя перемещаться. Отлично. Хотя вот маленькие едут навстречу. Последняя платка немецкая. Все, немецкий прибор заработал. Вот, пожалуйста, пишет 5 смесей свыше 18 тонн. Все, кундест-республик Дойчланд через 60 метров после речушки. Оп, на Германии. Здрасте. 696, если быть точным отсюда. Да. В таможне. Ну, сегодня мне дает еще с десятым часом даже ну, 7 часов работы. Десятый я сегодня, наверное, брать не буду. А может, возьму. Наверное, вряд ли. 6 часов. Я думаю, если мы сегодня километров 400-450, по идее, должны пробежать. Если тут, ну, в Германии, поэтому здесь загадывать тоже сложно. Здесь может быть все что угодно. Штау, ремонты. Ну, тут как бы вот по четверке, так я не припомню такого же серьезного. Поэтому, может быть, и нормально. Ну, будем съездить. Будет, время покажет. Время у нас есть. Дружаться нам завтра. Растомаживаться. Сегодня день только начался. Поэтому едьте себе спокойно. Десятый, может, и не буду брать. Короче, будет видно. Если, говорю, меньше 300 километров будут оставаться на таможне, то это десятый сейчас брать не буду. Если не будет оставаться, то возьму. Дерлиц. Первый съезд немецкий. Погнали. Сколько тут? Ну, у нас тут соточка где-то от адрес дана. Никуда не сворачиваем. Прямо четвертый автобан. Все время прямо, прямо, прямо. Пока не закончится. Наверное. Сейчас я посмотрю. Да. Пока в пятый автобан не упрёмся. Где этот? Место слияния трёх рек. Чтёрки, пятёрки и семёрки. Не знаю, будет это сегодня или завтра. Скорее всего, что тоже будет завтра. Короче, едем. Нечего тут загадывать. Прогнозы делаем неблагодарные. Добро пожаловать в Германию. Тоже вот снежочек подсыпало. Но мороза нет уже. Всё, минус шесть всего лишь. Для здешних мест это тоже мороз, конечно. Но... Но не мороз. Гоу-профт? Первый и единственный туннель на этом участке дороги. Но он длинный. Ещё-то в районе трёх километров. Сейчас скажу точно. И волки-палки. Три и три. Три километра триста метров этот туннель длиной. Решили этот холм не срезать, не обводить, ничего. Решили под ним прорезать дырку. Я думаю, это... Правильное, мудрое решение. В плане той же экономии денег. Ничего, вот две дырки прорезали, и всё, асфальт постелили. Бетоном обложили, пожалуйста. Представляете, вот тут холм его срезать, или вокруг обвести. Мне так кажется, что это вот грамотнее всего. Если что, в зал дырку прорубил и вперёд. Ну, тоже, значит, не везде прорубишь. Такая, вспомнишь, там Австрию, Швейцарию. Туннель на туннеле. С туннеля в туннель. Ну, там по-любому, там по-другому никак среди гор. А там, наверное, где-то снег валит в какой-то из сторон. Потому что некоторые машины попадаются, вот навстречу идут. Вообще морда вон залепленная. И так это не по-детски залеплено. А я вот что-то выехал и не подумал, что надо эти форсунки пробить на омывателе, вот на щётках. Видите, с моей стороны брызгает только нижняя. Водичка попала и подмёрзла. Там-то всё брызгает. Но щётку что-то перевернул не до конца щищает. Короче, сегодня слава богу. Остановимся, если что. то быстренько её разогреем и на 3 секунды там эти отверстия пробить. Всё равно омыватель рано или поздно закончится. Потому что у меня уже давно пишет, что омыватель давай, омыватель давай. Лежат две баночки там в палетнике. Сейчас перестанет брызгать, но тогда я и на паузу заеду. А так, думаю, ещё может тут уже почти полтора часа как еду. Ну, думаю, наверное, ещё часика-два, наверное, проехать. И можно туда уже становиться на обед. Потому что там два часа. Те, что на мойке стоял, то в магазин сходил там, сидел тут, ноутбуки ковырялся. Короче, а бы чем занимался, только не тем, чем надо. Смотри, какая красота поехала. Их поздно, я его заметил. Такая вся разрисованная, тюнингованная скамейка. Где-нибудь бы её так бы на стоянке бы увидеть. Минус три уже тут, в Дрездене. Вот так, снежочек вот есть. И вот, говорят, идут некоторые навстречу. Хорошо так, прилепленные. Хотя вот по небу так вроде как бы впереди светло. Не должно там быть большого. Как бы не предвещает. Может быть где-то южнее, туда в сторону Мюнхена, там по 72-му в горах. Может быть там снежок. Посмотрим. Чё нам тот снежок? Нам не страшен серый волк. Дрезден, Дрезден. Потом Котбус. Потом, ну ладно, потом в сторону. Чё, мы там ещё пойдём? Эрфурд. В сторону Эрфурда. Вот мимо него будем проезжать. Короче, на Франкфурд, на Май. Он пошёл, тоже валит. Сгамейка. Нормально залеплена морда. Казармы, казармы сейчас будут. Бывшие. Ну мне так кажется, что это бывшая казарма. Вот здесь вот с правой стороны. Что это ещё может быть? Бывшие казармы, конечно. Разрессованные все. Граффити. Сейчас я бы не сказал, вот что там, вот наоборот, он как-то что-то там. Наверное, он прямо сейчас у с ежочкой пойдёт. Или это у меня оттого уже стекло грязное. лёгки, паутины, всё. И это не пробивает этой. А мы ваше. Чуть-чуть капельки водички попали, всё прихватили, примерзли. И не брызгает. Ладно. Фигня это всё. Ну да, вот небольшой снежок какой-то начался. А у немцев тоже не работают эти цены? Не, в прошлый раз, когда я был перед Новым годом, ну эти строительные не работали, а продуктовые такие центры все работали. Ну там тоже то количество тележек, вход, в общем, ограничения действуют. Спешу я был, я совсем недавно был, то меньше месяца назад. Ну не меньше месяца, как раз месяц назад здесь я был в декабре. Ну не здесь, но именно в Германии. Сложил художники на стенах. Вот он пошел снежок. Я так предполагаю, ненадолго. Да и вот зима в этом году, да, в стране угля. Компенсации за прошлый год по полной. Причем везде. Что в Сибири, что на севере, что на западе, что на востоке. Везде. Даже здесь. Я уже не помню, когда в Германии-то снег последний раз визил. Раньше-то постоянно, а последние годы что-то там зиму отъездишь. Не только в Германии, да дома-то снег, не каждый раз видишь, что в Минске. А в этот раз вообще огонь. Зима вот после Нового года так взялась хорошо. Корешок просил, говорит, скажи сколько топлива в Германии стоит. Санька, лично для тебя сейчас будем проезжать. Танкштейлер скажу. Но на автобанах однозначно дороже. В Польше там этот бипишка стоило 5.32 или 36 злотых. Но автобаны однозначно они всегда дороже. Можно съехать в любую деревню, там будет дешевле. А тоже у них тут в Германии там в один день дороже, в другой день дешевле. Там с утра дороже, вечером дешевле или наоборот. Э, Остелла где с ценником? Лё! Ё-моё! Я нифига ее не увидел. Сколько на этой ораловской заправке стоит дизель? Извини, Саня, я не увидел. Следующая будет тут недалеко Шашеловский автахов. Там скажу. У них, наверное, нету здесь цен. По-моему. То французов хорошо. Да, нету. Нету, нету. У французов хорошо. Едешь, у них даже показывает ценник там через 100 километров на заправке какой будет дизель. У немцев видите, нет такого. Сейчас Шашеловский автахов будем проезжать. Может, там будет Стелла. Сейчас посмотрим, что на Шелке выдает. Это этот съезд 75-й. Это вот внос таможня здесь. Если в магазин, она можно съехать 2 километра от дороги. туда-направо. нам не надо пока магазины специально заезжать смысла нет. Я сейчас больше сходил, что там себе по мелочи докупил. Все остальное может быть у нас на загрузках будет магазин рядом или на выгрузке. Е-мое, тоже нифига Стелла не видно. Да? Извини, Саня, я тебе не могу пока сказать, почем топливо в Германии. Потому что я не знаю. Вон Стелла есть, но я отсюда просто не заметил. Ой, как у нас темно впереди, смотрите. Тут хорошие, ночью видно, снежок был хороший. Даже еще не растопили полностью дороги. Автобаны это растоплены, автобаны это ночью, обрабатывали. А эти местные дороги, вот выезды еще и снижные. Автобаны они заранее обрабатывают и потом, как только начинается круглосуточно. И то коллапсы бывают. Здесь 72-й автобан после Хемницы пойдет. Как-то назад домой возвращался, говорил, не говорил. 9 часов, 9.15. там двухволос и вот так вот в полосе 9 часов 15 минут отстоял. Пауза получилась полноценная. Ну, давно, правда, там в 2000-х, там, в пятом, может, каком-то там году. В четвертом даже, там, точно помню, что я на Рено премиум был, на подмене попросили съездить, но еще эти пряники были. Там 420-к было, вообще не ехал. Ну, там это передаточное число, там совсем маленькое было. Машина была, она ехать не ехала, но была экономная. Ну, правда, все, с 20-кой на ней в подъемах, а в горах так вообще катастрофа. В подъемах тоже была жесть, но зато была экономная. Вот так вот, так вот ехали, ехали, ну, назад я возвращался, вот в Носын как раз сюда, вот, только что проехали съезд, мне на таможню надо было вечером. Ну, часов в 7, наверное, вечера было, и все, мы там на 72-м как стали, где-то что-то их там пораскорячились впереди, и все, пока их там всю ночь растаскивали, у нас пауза получилась. Ну, говорю, мы-то ладно, на что на этих на грузовиках. Я же смотрю, все, глухо-наглухо стал, э, на спальник залез, кусок колбасы съел, с гребом на спальник залез, да и все, а люди вот на маленьких в соседнем ряду вот так стояли, на легковых, и все, ну, а куда деваться? Там от съезда до съезда, и все, ты никуда не съедешь, и вот так вот, была такая штука. А потом шел полицай посередине автобана, и, тун-тун, всех путил-то. Я услышал, уже проснулся, а так впереди меня коллега, я так как выглянул, посмотрел, впереди меня коллега, там смотрю, тун-тун ему постучал, но он всех шел, будил такой, красавчик вообще. Ну, что раннее утро было, ну, встали мы, наверное, часов в 7, может в 8, было часов в 5, наверное, утра. Там растащили всех впереди. Вот такая тут была тоже, один раз я так попал. А один раз на двойке на автобане, там, в районе Ганновера, но я успел свалить на заправку, буквально свалил, я на Голландию шел, буквально свалил, и через полчаса автобан остановился, было пятница вечер, и автобан стоял больше суток. Вообще стояли грузовики, никуда не ехали, только в субботу вечером поехали. Но мы не поехали, стояли до понедельника. С ночи с гостей на понедельник поехали уже. Смысла уже не было, там оттуда как бы до Роттердама доходил тогда. Вот. Ну, было такое тоже. Вот он там почти сутки стоял. Но тогда такой снегопад еще увалил, что ой-ой-ой, вообще ничего там. Там мело до утра. Там, пока это все расчистили, растопили. Вот у нас тоже, смотри, хороший пошел снежочек. Но тут он даже, третья полосатая, не разбита на автобане. Две разбиты, две вода, а третья нет. Хотя ноль. На улице уже ноль. Я к чему, что хороший снежочек шел ночью. Часто фигня. Хотя датчик расстояния заблокировал. Только что написал компьютер, который спереди. Залепило его, видно, снегом. Так-то мы по воде летим. Вода-вода, кругом вода. Все, они все в тридцать вят, никто не лезет. Все по второму еду. Все во втором, никого в тридцем нет. Друг за дружкой едут, обгонять не обгоняют. Все, вышли из зоны катаклизмов снежно-дождевых. Осталось сзади. Единственное, впереди у нас уже солнышко. Там даже будет проглядываться. Я подразумеваю, что там уже плюсовые температуры у нас будут. Сейчас ноль. В общем, впереди у нас будет довольно-таки комфортная походу. Но, судя по тому, что мы видим на горизонте погодка. Так, два с половиной часа едем. Вот еще час едем. И наш вартанемся. Вот где-то девятку перескочим. Автобан. И там где-нибудь упадем на обед. Зальем на обыватель. Стекла помоем. Оп, зеркала, потому что он все закидал этой химией их. Они, он, носятся все равно. Эти дорожники ихние. Так, уедешь головой, крутишь по националкам, вокруг тоже летают. Шуба заворачивается. Работа кипит. Стоял поляк, подмерзла, лежит, ездит, льдинками раскидывается. Вот, все, уже. Уже в плюс вошли, видите. Плюс один. Уже зашли в плюсовую. Думаю, там уже, может, все плюс пять будут впереди. Фривейка какой-то. Фривейка, фривейка. РЦ. Интересно. Франкфурт, 370 отсюда. Ну, нам-то не сам Франкфурт, нам туда. Дальше. Еще западнее. Нужно. Франкфурт у нас будет южнее, а мы дальше по прямой пойдем. Ну, вот при свете дня огнем горит. Только боковые стекла надо помыть и зеркала. Так, у нее лампочку поменять, да? Ну, лампочка, может, не сейчас или сейчас. Одно место было, только свободное. Ну, и сзади уже вот опять закидало немного. Ну, зима, зима. Она хоть и здесь, но все равно зима. О! Я опять в прошлый раз забыл, да? Привязать. Забыл лестницу привязать. Руку все равно надо мыть. Чтобы не выезжало. Все равно руки надо мыть, поэтому сейчас мы все равно будем омывайку пока зальем. Люди спят. Ну, это экспресс-доставка. Эти по ночам носятся. Экспресс-доставка. Ночью ездят, днем спят. И будем обедать. На обед у нас сегодня будет этот господин. Шевель горячий. Здесь слишком руку протереть. Шевель горячий. Оп! С этим. С чайком. Спит коллега. На почке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok